всем привет добро пожаловать на мой канал мы сейчас находимся в отеле граната находится он в алании и я хочу вам сейчас снять небольшой обзор на этот отель просто мы с вами погуляем по территории посмотрим что же здесь есть начну с самого входа в отель вот так вы заходите и здесь холл гостиницы и рецепция гостей встречают шампанским водичкой в общем что вы захотите здесь можете попросить фишка этого отеля вот в таких вот люстрах которые по всей территории отеля в принципе это как бы их фишка дизайна здесь еще есть такие аквариумы с рыбками и вот такой вот большой холл на рецепции тоже здесь такая люстра в этом же стиле и собственно номера вы видите сейчас на этажа по вот рецепция сама и это у нас получается нулевой этаж есть еще по моему четыре этажа них даже пять этажей над нами и два или три нет номера три этажа под нами то есть это как бы нулевой такой скажем это здесь есть бар на этом этаже вот здесь алкогольные напитки алкогольные напитки здесь бесплатные то есть эта система все включено давайте с вами зайдем вот на балкон с которого открывается потрясный вид на бассейны на море и вот здесь номера есть видом на море мы живем в одном из таков из таких номеров и собственно бассейн сейчас день как раз вот все тусят вот вы видите пирс здесь пляж есть но он очень маленький буквально 50 метров он находится вот той стороне здесь пирс огромный пирс которого вы можете собственно в море ну спускаться да есть ступеньки специальные но захода для деток именно нет то есть если вы с детьми то вам будет сложновато конечно так с этой стороны еще вам покажу вот такой вот здесь островочек на него можно в принципе доплыть но особо туда сейчас никто не плавает здесь бассейн детский вот этого в мелкий детский бассейн детских горки здесь ведро которое переворачивается периодически очень детям хайф это взрослый бассейн он достаточно большой разделен на зоны тоже такие небольшие вот там находится ресторан мы с вами еще там попутешествуем погуляем и вот здесь вот детская площадка и там дальше пляж его отсюда не видно вот так вот еще на другой стороне есть аквапарк его тоже отсюда не видно я вам обязательно сейчас его покажу пойдемте дальше со мной давайте с вами посмотрим начале вот этот бар который здесь находится и сейчас я выйду на другой балкон вот барчик выйду на другой балкон и покажу вам с другой стороны как выглядит отель здесь тоже можно посидеть на балкончике здесь есть какие-то такие виллы да смотрите какой аниматор есть виллы которые вот здесь расположены я так понимаю что это как бы ну вип можно сказать но честно мне совсем не нравится есть оказывается здесь и вот такого типа гольф мини-гольф аниматоры развлекают играют вот здесь тоже наверно какие-то вид номера потому что там джакузи и вид на море и сейчас покажу вам аквапарк который отсюда видно отлично поэтому давайте тоже его же заодно посмотрим возможно вы видели в других моих видео если кто-то подписан на мой канал если вы не подписаны то посмотрите другие мои видео вот аквапарк здесь три горки больших и бассейн который как бы спускается вниз то есть вы можете сделать классные фотографии там на самом деле вот так вот выглядит весь бассейн и аквапарк это ночной клуб отеля граната здесь дискотека закрытая есть открытая дискотека которая здесь происходит до 11 часов вечера по моему потом уже закрытая идет здесь также это амфитеатр здесь проходит мини диско для деток и потом уже взрослая программа так давайте с вами погуляем я кстати еще никогда здесь тоже не ходила вот первый раз здесь пройдемся с вами кстати очень красивый вид здесь тоже открывается вообще обалденно смотрите как красиво лежаки и лежаки здесь тоже есть но далековато конечно от бассейна вон увидите но как бы мест хватает это снэк-бары здесь у бассейна они здесь везде здесь круглосуточно можно есть прям вот действительно 24 часа сутки и еда в принципе хватает всем вот такой вот вид сверху на отель очень красиво вообще мне очень нравится какой здесь пейзаж на самом деле так пойдем-то назад спустимся с вами еще наверное в бассейн или в общем куда-то сейчас пройдем так здесь я выхожу здесь вот такой вот тут никого нет сейчас кстати май месяц поэтому отель не могу сказать что полностью запомнил здесь есть такие перекусочный центр да и вот всякие булочки бутербродики тортики вот такие и вот мы с вами вышли опять к этому бару здесь есть алкогольные напитки и чай что-то еще данная кофе возловаться я вижу в общем вот так вот это все выглядит мы сейчас снова опять на рецепции и я вам покажу как выглядит холл гостиницы здесь кстати очень красивый туалет пойдемте кстати посмотрим туалет раз уж мы здесь вот такая красота очень красивые раковины это общественный туалет здесь еще есть какие-то такие лежачки но это наверное запасные да вот так здесь очень красивый такой стиль всей гостиницы и пойдем с вами посмотрим как выглядит холл гостиницы здесь никто не обиделся что я показала туалет это мужской давайте посмотрим как же выглядит холл гостиницы тоже очень очень красивый холл вот такой вот здесь лобби бар находится он работает по моему всю ночь если не ошибаюсь может быть ошибаюсь простите если что мы сейчас с вами тоже туда спустимся и посмотрим что там на этом этаже находится очень красиво и здесь тоже видите номера такой лифт циркальный девочки машет вот так вот здесь красота пойдемте посмотрим что здесь есть еще если успеем на лифт до лифта я достала спустимся вниз с вами в лобби спустимся на лифте так значит там это сердце все много не знаю правильно я не нажала или нет вот мы с вами вниз едем должны на этом этаже остановиться нет я неправильно нажала мы с вами уехали не туда значит это был наверное да простите 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 по лестнице с вами поднимемся вот такой красивый аквариум здесь по моему на каждом этаже сейчас я покажу нет не на каждом этаже это только там был внизу вот так называется отель граната здесь парикмахерские магазины кожи очень-очень много каких-то там развлекаловок и такой интересный в принципе дизайн самого холла такие ступеньки там какие-то кареты еще что-то вот будда какие-то там знаки это китайский ресторан допустим вот здесь такой будда такая штука вести это рестораны а-ля карты уже вот здесь есть бар тоже алкоголь здесь наливают вот можно посидеть это тоже какой-то атриум ресторан ну то здесь со стороны а-ля карты они платные ну в общем их надо резервировать заранее они платные так давайте здесь здесь фотограф находится вон магазин золото часов здесь магазин сладостей еще какие-то магазинчики магазинчики и наверное все куда мы выйдем не знаю принять они мне вот такие здесь магазины а здесь боулинг наверное платный честно я не знаю мы не пользовались услугами боулинга и здесь еще всякие есть такие да здесь платно вот видите карточку вставляете 5 лир стоит такое удовольствие аттракционы для деток никого нет вообще совершенно так так быстренько пройду чтобы вам эта музыка лучше не била ну в общем то вот так вот здесь тоже продаются такие сумки и все остальное так давайте теперь с вами с вами с вами спустимся поднимем начали на балкончик выйдем сейчас покажу вам как этот балкон выглядит так вот мы выходим с вами на балкон здесь кстати вот можно попить чай турецкий турецкий кофе в таких кофемашинах можете себе сделать чашечки все есть обычный чаек кофемашина капучино лата в общем все такое и здесь балкон тоже с видом на бассейн покажу вам еще раз вот так вот выглядит это все дело чуть поближе и сейчас мне нужно спуститься еще на этаж ниже чтобы выйти к бассейну спустились на этаж ниже и здесь вот видите картинки деток потому что там чуть дальше детская кухня ну тут есть детское меню там какие-то определенные часы не знаю что там если честно там дальше ресторан вот здесь мы с вами выходим уже к бассейнам здесь много фотографий кстати ну видимо каких-то гостей да может быть просто туристов не знаю здесь есть ирландский паб кстати мы только что прошли не показала вам он по-моему закрыт так мы сейчас выходим в бассейн давайте вначале пойдем с вами направо потом я вам покажу все остальное вот так выглядит бассейн часть бассейна здесь как бы такая релакс часть здесь несколько лежаков и здесь нет ну детей да и вот здесь находится ресторан главный ресторан есть конечно и внутри кухня я вам сниму обязательно еще само питание там вдалеке есть градусник 27 градусов показывает и вот столик ресторана здесь жарят гриль вот так выглядит бассейн есть такой мостик давайте с маме по нему пройдемся мостик у бассейна сейчас кстати середина дня многие детки спят и вообще достаточно спокойно нет никаких активити здесь фонтанчики работают по вечерам сейчас нет никаких активити поэтому достаточно тихо ну мужичка конечно какая-то там есть кто-то там развлекает деток но так чтобы слишком уж прямо нету не шум вот вы видите сколько здесь рядов лежаков давайте с вами пройдем на территорию пирса какие-то магазинчики что-то продают для детей там аквапарк кстати заработал кто-то танцует давайте покажем как девчонки танцуют ну как девчонки женщины конечно же так сейчас вот какая-то аэробика здесь видимо на сцене вот и опять наш отель здесь есть вот ресторанчик и здесь подают кумпир это такая картошка с начинкой гёздене делают вафли делают что-то еще делают так идем с вами на пирс давайте я вам покажу сначала наверное пляж а потом мы с вами прогуляемся по пирсу потому что так мне будет проще сделать ой какой прекрасный молодой человек давайте его снимем ха-ха ха-ха что к бизельсин съед? супер так отпускаемся с вами ниже вот здесь пирс ааа не знаю что он тут ходит с розами что он хочет может кому-то кто-то заказал розы вероят ли он их по одному раздает так вот мы сейчас идем с вами на пляж в сторону пляжа а потом мы пройдемся с вами на пирсе вот видите вот так вот заход в море прям по лестнике туда спускайтесь идем 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 он это девушка мужик это прекрасно конечно особенно волосатые ножки мне нравится так вот здесь еще есть какой-то барчик так давайте с вами на нем вначале зачалим потому что я там еще тоже не была ни разу не была там хочу вот вам показать заодно и сама посмотрю так кстати гуляю я сейчас сама муж укладывает миру спать дочку мою поэтому нашу дочку поэтому мы гуляем вот такие здесь стульки стульчики можно посидеть и здесь у нас что ну тоже коктейли наверное наливают я так думаю потому что здесь в основном пьют курят пластиковый стакан потому что на море у бассейна нельзя стекло чтобы не разбивалась можно взять водичку соки айран крутос точно вот коктейли мужчина делает ну парень вот так и дальше можно опять пройти на пирс но это мы с вами уже сделаем попозже сейчас пляж хочу вам все-таки показать что пляж уже близко издалека вам покажу пляж что вы имели представление видите здесь огромный пирс и в принципе там через каждое не знаю 50 метров этого пирса можно зайти в воду ну то есть есть заход я дошла до пляжа вот смотрите вот это и есть пляж то есть вы видите что двиговая линия здесь очень маленькая вот 50 метров вот до сюда 50 метров песок здесь ну такой ну можно сказать песок да море очень чистое видите но есть вот эти черные водороски которые прибивают к берегу из-за этого пляж просто грязно здесь какие-то развлечения в плане водного спорта не знаю точно какие но вот такой вот пляж то есть в основном это все как бы под таким пирсом под вот этим и солнце не попадает у меня сил фотоаппарат поэтому снимаю на телефон продолжаю очень маленькая территория вот именно где можно лежать поставить на солнце буквально вот так ну для детей поковыряться в песочке можно если уж так на кроняк и здесь всегда пусто практически никого нету потому что ну мало кто хочет на таком пляже сидеть так идем с вами дальше вон девчонки сидят кстати вот в соседнем отеле видите пенная вечеринка здесь кстати все отели вот смотрят соседние аналогично что пляжа нет толком только пикс кися кися какая хорошенькая везде кстати есть телохранитель я хотела сказать боже перевожу с английского эти спасатели сидят везде на каждой территории где есть заход вон там вот есть заход видите в море и пройдемте с вами посмотрим собственно на лежаки пройдем мимо этого бара опять здесь тоже как бы такой большой пирс и здесь можно с разных мест на него зайти видите лежаков много но лежаков хоть и много знаете я сейчас мы отдыхаем в мае и я не могу сказать что прямо ну вот так вот свободно я могу занять лежак какой хочу нет конечно же наши люди ну это не только наши люди все люди приходится просто ложат полотенце с утра пораньше и потом место найти трудно кстати в отеле очень мало русских отель в основном рассчитан на европейцев здесь по моему 80 процентов европейцев в этом плане там этого если кто-то не любит отдыхать русскоязычными со славянами то не беспокойтесь опять вот название отеля кто не успел запомнить вот она это сеть отелей есть еще такой отель в беле мы сейчас в алане с вами находимся здесь вот пирс с историками и вот продолжение пирсовой эту сторону и есть еще в другую сторону вот так вот он такой как бы полукругом идет и посерединке такая дорожка здесь лежаки вот такие где можно посидеть и дальше лежаки где можно полежать вот здесь сейчас я все поближе сниму самый классный заход в море мне кажется этот вот этот который передо мной с видом на этот остров потому что там и заход такой сейчас там тоже это все покажу где можно прыгать спокойно не просто там ступенька какая-то одна так давайте пойдем посмотрим так смотрите вот так спускаемся и вот здесь вот можно прыгать тоже опять сидит спасатель вот люди прыгают и вот этот остров он достаточно далеко но при желании если вы хорошо плаваете то доплыть можно вот эти вот кстати такие беседочки они платные можно целый день снять эту территорию очень много кто не снимает потому что они по моему по 50 долларов это довольно дорого за день давайте дальше пойдем посмотрим на людей вот лежаки здесь мягкие такие эти места в принципе есть вот это закрытая территория где можно платно снять цена интересно здесь написано уважаемые гости павильоны платные стоимость павильона 50 евро до 4 человек за каждого дополнительного человека оплата 10 евро вы можете зарезервировать их в отеле и воспользоваться павильоном с 9 до 19 так ну в принципе и все 50 евро в общем такой павильон с 9 до 7 вечера стоит как по мне так это дорого что то что он практически ничем не отличается от обычных лежаков на меня все так смотрят конечно как будто никогда не видели это камеры а вот за территорией отеля хочу вам показать ну то есть это уже не наш отель ну вот этот вот обрыв получается я так понимаю что заход в море здесь в основном везде такой каменистый и именно по этой причине здесь толком нет пляжа может быть его искусственно создали эти 50 метров которые вам показала и все так дальше давайте пойдем вот так выглядит отель далека до спирса здесь средиземное море если кто-то не знает соленое море и довольно теплым она считается потому что она быстро прогревается вообще алания это самое теплое место на анталийском побережье еще здесь есть в отеле спа и тела что называется честно я там еще не было но я думаю что мы сегодня туда сходим смотрите мои следующие видео если вам интересно как там и что и на этом наверное я свой обзор закончу всем спасибо за просмотр ставьте лайки оставляйте комментарии как вам отель понравился или нет я пока вам свое мнение не скажу потому что мы еще свой отдых не закончили я вам забыла сказать что здесь еще есть мини клуб он работает по часам но в общем целом до 11 часов вечера можете там оставить ребенка с 4 лет а если ребенку больше 4 лет я сейчас уже поднимаюсь на лифте лифты тоже кстати очень красивый наш номер у нас он как я уже говорила вам с видом на море здесь вот такие коридоры это как бы на другой части отеля поэтому которая ближе к бассейну здесь нет такого коридора как я вам раньше показывала но вроде бы я вам все показала слишком не кричу потому что все таки может люди спят еще что-то и всем спасибо за просмотр еще будет заходить в свой номер и смотрите следующие видео всем пока пока